Зашел по факту, а тут реклама Durex, но он как бы предупреждает, что, знаешь, ты вот перевозбудишься, пойдешь куда-нибудь трахать все, что движется, но ты береги свою пизу. Мадис Типтопчик. Ёб твою мать, красотища такая. Сейчас про стул расскажу. Скажи еще что-нибудь с акцентом в стыле. С каким акцентом? У нас часто просят сказать Оляше что-нибудь с акцентом, но не пишут с каким. Короче, по поводу кресла. Я сегодня должна была поехать на почту, вот я раньше жила с молодым человеком, короче, в центре Москвы. И суть в том, что я посылки заказывала, ну, соответственно, почту тут. Вот. А поскольку я там уже не живу, мне туда ехать пиздец сколько, то есть, ну, это минут сорок по свободным дорогам. Вот. Короче, самая соль в том, что я приезжала на почту в десятых числах, короче, чуть-чуть после своего дня рождения. Ну, так вот, я приезжала на почту, где-то числа там то ли 12-го, то ли 13-го, то ли 14-го. Они мне сказали, что они не могут найти мои посылки, хотя их было 5 штук, которые лежали там с конца мая. Вот. И они мне говорят, приезжайте через 2 недели. Я говорю, ну, тогда как бы выйдет срок, и вы их отправите обратно. Они говорят, не-не-не-не-не, не парьтесь, короче, я вот себе записала, мы их никуда не отправим, мы вам позвоним. Они не звонят, я сегодня думаю, ну ладно, сегодня заеду, короче, решила им позвонить перед выездом. На что они мне говорят, а, да, мы их, кстати, вчера отправили обратно в Китай. Я, короче, выясняла, типа, я им писала жалобу. Очень, короче, самая соль в том, что 5 посылок было в районе 10 тысяч рублей общей суммой. И самое охрененное, то, что мне, скорее всего, не вернут эти деньги. Вот. Поэтому просто минус 10 тысяч, минус 2 косплея. Ну вот, ну и просто ехать к родителям за стулом своим, это тоже так себе. Как же теперь вапать то без очков? Покажи вибратор КБ. Ну ладно, надену я очки, господи, что же вы так разорались-то? Ну это пипец, просто вот сняла очки, и все, меня никто не узнает. Ты мне нравишься. Все, наделай.